Телефон горячей линии и впрямь перегрелся. Люди звонят в редакцию Самарской газеты, чтобы получить разъяснение по новому порядку начисления соцвыплат. На вопросы отвечают представители Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Один из самых частых вопросов, почему некоторые ветераны труда России не получили в этот раз ежемесячную денежную выплату по статусу в размере 658 рублей. Ежемесячная денежная выплата по статусу на сегодняшний день с 1 марта 2017 года приостановлена тем, кто продолжает работать и тем, кто получает пенсии 19 500 рублей. Ваш папа какую пенсию получает примерно? 13. А он работает? Нет. Значит он будет продолжать ее получать? Все те меры соцподдержки какие ее предусмотрены? Хорошо, спасибо большое, до свидания. Еще одно изменение, которое волнует горожан, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. С нового года эта соцвыплата заменена на компенсацию. Если раньше льготники получали фиксированную сумму, теперь им компенсируют часть фактически оплаченные услуги. Чтобы точно знать, сколько это в рублях, человеку нужно обратиться в районное управление соцзащиты. Это касается только тех, у кого нет долга за коммуналку. Как только задолженность будет погашена, компенсацию начислят за все месяцы. Есть возможность со всеми поставщиками жилищно-коммунальных услуг заключить соглашение о рассрочке долга. Например, есть 5 тысяч долга. Сразу погасить эту задолженность нет возможности. При наличии такого соглашения в органах соцзащиты, выплата компенсации будет продолжена. Люди волнуются на дворе март, а компенсации за оплату ЖКУ за январь-февраль так и нет. Специалисты успокаивают. В ближайшие дни они ее получат. Механизм выплат налажен. Люди постепенно получают свои компенсации. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.